Привет-привет, мои хорошие! Сегодня я вам покажу свой небольшой заказ в интернет-магазине Леонардо. Если вам интересно посмотреть, что из новенького у меня появилось, оставайтесь со мной и смотрите дальше. Первое, что я вам покажу, это небольшой артбук фирмы Vista Artist. И этот артбук интересен мне стал тем, что он собрал в себе разные виды бумаги. Здесь есть обычная бумага, краб-бумага, мелованная бумага и картон. То есть, когда мы получаем данный скетчбук, здесь расписаны виды бумаги, их плотность, их вес. И мы можем смело открыть данный скетчбук и начать делать зарисовки. Я уже, как вы видите, начала это сделать. Сделала зарисовку инжира линером. И данная бумажка именно обычная. Она имеет плотность 120 грамм. Допускает использование линера, небольшого количества акварели. И, конечно же, цветные карандаши, гуашь, акрил тоже выдержит. Поэтому первые листочки, белые листочки обычной бумажки позволят нам сделать множество зарисовок разными материалами. Далее идет бумажка Крафт. Тоже удобна для зарисовок. Здесь на ней очень хорошо держатся именно цветные карандаши. И также использование цветных ручек. Тоже уже первую зарисовочку сделала на этой бумаге, чтобы попробовать. Она уже не такая плотная. И здесь именно линеры, цветные карандаши. Никакой воды на Крафт бумаге мы не используем. Потому что она для этого не предназначена. Тоже отличное количество. Здесь ее немного поменьше. То есть тут больше всего именно обычной бумаги. Так как она подразумевает разные виды материалов. Крафт бумаги уже чуть меньше. Но все равно в достаточно большом количестве. Поэтому тоже на ней сделаю множество зарисовок. И вообще формат данного артбука А5 очень удобен. Именно в плане того, чтобы носить его с собой и делать зарисовки уже непосредственно в каких-то общественных местах. Чтобы не таскать с собой много-много папок. Можно взять один скетчбук с разными бумажками и делать разные-разные зарисовки. Далее идет милованная бумажка. Милованная бумажка используется именно для маркеров. Я еще никаких зарисовок не делала. Но если взять любой маркер, я могу вам показать, что именно для маркеров данная бумажка подходит идеально. Милованная бумажка Сделала быстрый набросок яблока. Конечно, без натуры, так и с головы. Но в целом только чтобы показать вам, как на этой милованной бумаге выглядят маркеры. И что, конечно же, не просвечивает, не протекает. И отлично ложатся. Можно делать более длинные зарисовки, более подробные. И вот все отлично получается. Поэтому именно качество милованной бумаги тоже отличное. Далее в скетчбуке идет картон. С одной стороны он серый, с другой белый. Вообще картон, он здесь предназначен для еще более плотных материалов. То есть гуашь, акрил. Здесь уже можно делать прям такие длинные зарисовки красками. И картон вот отлично этого держит. Если говорить про первые листочки, то здесь линия ракварель. Как я и говорила, тоже можно использовать гуашь и акрил. Но если мы хотим прям сделать полноценную длинный этюд, например, с природой, то, конечно же, лучше это делать плотными материалами на картоне. Так как он здесь у нас представлен. И его здесь тоже небольшое количество. Но в целом тоже листочков достаточно для большого количества зарисовок. Также с одной стороны картон немного милованный. Тоже можно использовать для маркеров и фломастеров. И тоже на нем отлично рисовать. В целом скетчбук мне очень понравился. Стильный, лаконичный. Нет ярко выраженного бренда. То есть тут вот написано Vista Artist. Но в целом приятный цвет. И сама пружина тоже очень красивая. И сам по себе такой очень миленький скетчбук. Кто уже видел в инстаграме его у меня, оценили. И понравилась многим данная моя первая зарисовка в нем. То есть на самом деле скетчбук удобен носить с собой. И делать разные зарисовки на разных видах бумаги. Думаю на такую идею стоит обратить внимание. И приобрести себе такой скетчбук при желании. Что я и сделала. И им осталось очень довольным. Далее мы с вами поговорим про черно-графитные карандаши. Фирма Stills. И здесь у меня наборчик от 6H до 6B. То есть 13 карандашиков разной-разной мягкости. Вообще, чтобы вас не вводили в заблуждение название. Простой карандаш, черно-графитный карандаш, просто графитный карандаш. Разные производители пишут по-разному. Но вы должны понимать, что черно-графитный карандаш, что простой карандаш, что графитный карандаш. Они одинаковые именно в плане состава. Конечно, у разных производителей немножко варьируется и состав дерева. То есть кто-то берет пластик, кто-то более дешевую древесину, кто-то более дорогую. И также графит. Кто-то берет больше графита, добавляет, кто-то больше глины. И если говорить именно про карандашики, то породу графит нашли в 1565 году в Англии. И изначально думали, что это свинец, что-то из свинцовой руды, не очень безопасное. Но уже начали использовать в качестве письма и рисования, так как данная масса показалась им очень для этого удобной. И все-таки к ней относились с опаской. Но потом шведский химик доказал, что это совсем иная порода, новая, и назвал ее графит. Либо черный графит, так как в разрезе графит давал именно такой четкий черный срез. Далее, уже в производство карандашей стали добавлять в графит глину. То есть, замешивать графит с глиной, для того, чтобы карандаши были разной мягкости. Именно глина сейчас использует глину Каолин, для того, чтобы вмешивать ее в графит. И карандашики у нас получались разной мягкости. Так вот, качество графита, качество этой глины и отражается на качестве карандашей простых, которые мы видим в магазинах. Данные карандашки не из дешевых, то есть, они даже чуть дороже Кахинор, который я раньше использовала. И я решила попробовать, так как отзывы на эти карандашки хорошие. В целом, что я могу сказать визуально, карандашки, конечно же, выглядят отлично выполнены. Отлично видно, что древесина не дешевая, что нет каких-то сколов, нет заусениц. В целом, карандашки выглядят отлично. Но если говорить про графит, то тут тоже нет никаких нареканий. Сейчас я взяла самый твердый HB и делая штриховку, карандашик не повреждает бумагу. То есть, наверное, этот штрих вы даже не увидите. На самом деле, карандашик очень твердый, но при этом не повреждает бумагу, что на самом деле редкость. Потому что часто твердые карандашики даже просто H к бумагу рвут. Здесь у меня обычная офисная бумага представленная. И, как я могу вам сказать и заверить, что карандашик ее не рвет даже при сильном нажатии. То есть, это у нас 6H. И вообще, вы должны понимать, что H это твердый, B это мягкий. И чем больше цифра вокруг буковки, тем в нашем случае тверже карандаш. Но и наоборот, если мы берем 6B, то здесь чем больше циферка, тем мягче карандаш. На контрасте мы видим, насколько карандашик мягкий. И это у нас 6B. И вообще, когда вы берете карандашик, всегда проверяйте, как сильно он растушевывается. То есть, как вы видите, достаточно мягкий карандаш, но практически не растушевывается. Это очень хорошо, потому что, если мы говорим именно про академический рисунок и вообще про рисунок, про графику, то в графике не тушуют карандаш. То есть, когда идет тушевка карандаша, это уже немножко другое направление, тоже используется. Но не в академическом рисунке или просто в рисунке. Потому что все-таки растушевочное пятно графита, это считается не тоном, а грязным пятном. И работа смотрится не так качественно, как хотелось бы. В своих работах графических я не тушую карандаш, поэтому вот это свойство, то, что он очень плохо тушуется, мне нравится. Если вы хотите посмотреть, как я работаю графитом, то я вам оставлю внизу под видео ссылочки на данные ролики, где я просто показываю, как я работаю штриховочкой. Так, для любопытных можно посмотреть. Ну и, конечно же, на все товары, которые я сегодня вам показываю, ссылочки будут в описании под видео. Смело заходите, смотрите. И если вас что-то заинтересует, приобретайте. Так как товары достаточно хорошие. Также здесь есть разные мягкости карандашки. Если проверять каждый, делать на штриховку, это HB, то мы видим, что все они приятны в работе, не сильно растушевываются. То есть в процессе работы ваш рисунок не будет случайно смазан. Это большой бонус данным карандашкам. По свойствам графит менее тушуется, чем у Кахинора. У Кахинора все-таки карандашки не такие стойкие именно к растушевке. То есть там графит тушуется намного-намного проще. И поэтому эти карандашки на данный момент мне понравились даже больше, чем Кахинор, который я использовала ранее. Поэтому советую всем присмотреться. Далее я вам покажу три кисти колонковые фирмы Киноти. Здесь у меня получается циферка 3, циферка 5 и единичка. Единичка у меня немножко потрепанная уже в краске, так как я уже использую ее в масляной живописи. И что могу сказать, что именно единичка колонковая идеально подходит в масляной живописи для тонких-тонких линий. И в последнем своем натюрморте я использовала данную кисточку очень часто в проработке капусты и чеснока. Поэтому мне она очень понравилась и давала те эффекты, которые мне хотелось бы. Но колонок можно использовать не только для масляной живописи, так же для гуаши, акрила и даже акварели. Колонок отлично подходит. Кисти упругие, не линяют, хорошая поля, древесина, покрытая краской, лаком. То есть в работе удобные, по качеству претензий нет. И сам по себе ворс, колонок, он один из самых таких интересных в работе с разными материалами. То есть его универсальность, конечно же, подкупает. И сейчас я этими кисточками протестирую новую бумажку. Бумажку и вот сам планшет также фирмы Vista Artist приобрела впервые и открыла ее вот перед съемкой данного видео. То есть плотность бумаги 230 грамм, плотная. И что мне понравилось в этом планшете, что основа, основа картона, как вы видите, очень плотная. Сам по себе картон плотный и данный планшет удобно брать с собой, при этом не беря дополнительно деревянный либо пластмассовый планшет для того, чтобы рисовать акварелью. Ну и так как я данной бумагой буду пользоваться впервые, вместе с вами протестирую. Сделаем небольшую зарисовку. Здесь я уже не буду вымучивать из себя яблоко, как с милованной бумагой, а вот возьму листочки для того, чтобы они мне попозировали, так как у нас осень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сделала супербыстрый этюд. И что могу сказать по поводу бумаги? Бумага мне в целом понравилась и мне показалось, что она именно идеально подходит для этюдов, для таких вот более абстрактных, более абстрактных исполнений, так как имеет большую зернистость. И еще данная бумага из минусов. Бумага очень сильно съедает цвет, то есть, например, сейчас мне еще хочется тени углубить на листочке, для того, чтобы все-таки подчеркнуть контрастность освещения. Бумага очень сильно съедает цвет, это, конечно же, минус. И так как ее ценовая категория чуть ниже Кенсона, если у вас есть возможность взять дорогую бумагу, я бы не прямо остановилась на данной бумаге, но как вариант для новичков подходит. Так как именно вот этот минус, то, что она съедает цвет, хорошо подходит новичкам, которые боятся переборщить с цветом, да, то есть на ней это сделать невозможно. Как вы видите, сколько бы я ни наслаивала, постоянно акварель светлеет сильно. Акварель всегда светлеет, немного после высыхания, но на данной бумаге действительно это сильно происходит и постоянно приходится наслаивать. Очень удобно на данной бумаге работать по-сырому, как вы видели, я весь лист делала именно по-сырому. Бумага хорошо держит воду, долго не высыхает, для кого-то это минус, для кого-то плюс, но именно вот для таких этюдов, как я вам сейчас показала, идеально подходит и в целом результат мне нравится. Если с ним еще немножко посидеть, то еще более детально проработанный листочек получится, но я это делать не буду, чтобы видео не затягивать, все-таки у нас не видео урок, а просто мы тестим бумагу. И в целом бумажка мне понравилась и в будущем буду ей пользоваться и в инстаграме, конечно же, показывать результаты моих работ и буду ждать, конечно же, ваших отзывов и комментариев не только в инстаграме, но и здесь. И на этом мы будем с вами видео заканчивать, показала вам все-все свои новиночки, надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. И вы напишите в комментариях к этому видео, что появилось у вас за последнее время из новенького в арт-товарах и чем вы рисуете, нравится ли вам акварель, бумага. То есть, если у вас появилась какая-то бумага, кисти, карандаши, обязательно напишите об этом в комментариях, думаю, многим будет интересно почитать и мне в том числе. Еще раз повторюсь, что ссылки на товары все оставлены под видео и если вас что-то заинтересовало, обязательно проходите, смотрите и приобретайте, если вдруг что-то было для вас интересным и полезным. А на этом я буду с вами прощаться, большое спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих роликах, пока-пока!